Добрый день, друзья! Мы снова с вами встретились. И посмотрите, здесь у нас опять какая-то сказка про лисичку. Сидит она хитренькая с тарелочкой, а рядом с ней журавль с кувшином. Что же тут она придумала? Сейчас мы все узнаем. Я вам прочитаю. Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его в гости к себе. Приходи, куманек, приходи, дорогой. Я уж тебя угощу. Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила маной кашей и размазала по тарелочке. Подала и подчивает. Покушай, голубчик, куманек. Сама стряпала. Журавль стук, стук носом по тарелке. Стучал, стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит. Не обессудь, куманек, больше ничего нету. Журавль ей отвечает. Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку. Накрыл в кувшин с узким горлышком. Поставил на стол и говорит. Кушай, кумушка. Право больше ничего. Нечем подчивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет. И эдак. И лизнет его. И понюхает-то. Никак достать не может. Не лезет. Голова в кувшин. А журавль клюет себе. Да клюет. Пока все не съел. Но не без суть кума. Больше угощать нечем. Взяла лиса. Досада. Думала, что наестся на целую неделю. А домой пришла. Солона хлебавши. Как оукнулась, так и откликнулась. С тех пор дружба у лисы и журавля врозь. Вот видите как? Лиса его хотела обмануть и из тарелки накормить. А из тарелки не может журавль кушать. У него носик узкий очень. И он только клевал-клевал. Ничего не попадало. Но он тоже умный журавль. Он в следующий раз пригласил ее в гости. И налила крошечку в кувшинчик. А у лисички носик не такой тоненький. Никак не мог залезть. Вот и она голодна ушла из гостей. Как она к журавлю отнеслась. Так и журавль к ней. Так поэтому и говорят. Как аукнулась, так и откликнулась. Видите как? А на этом всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...